Самое сильное оружие – это правда. Потому что сильнее правды ничего нет. А ложь правдоподобная, она всегда рано или прозвольтно вскрывается и разоплачивается. Поэтому, когда многие люди пишут, вот я вам не верил, вот я не верил, потому что... А я говорю, зачем говорю верить? Я не требую слепой веры. Но вот вы знаете, вот я проверил, все оказалось так и есть, как вы пишете. Так вот, знаете, что бы я хотел сказать таким людям? Это прекрасно, что вы все проверили и подтвердилось то, что я писал и говорил. Но было бы очень хорошо, если прежде чем какую-то глупость спустить в свою голову, вы ее точно так же сначала проверили бы, будучи в школе школьником. Скажите, вот вы мне докажите, что вот закон физики именно такой, как я говорю. Пока вы мне не докажете лично, я его буду игнорировать. Или в университете, когда учили в институте. Вот вы мне докажите. Пока я не получу подтвердение, я это не принимаю. Но почему-то вот все, что... Вот мне всегда удивляет, что как люди подходят часто странным образом. Вот то, что им вбивали в школе, и по истории, примеру, факты, это не только. И по науке, что впитывали. Люди впитывают, потому что это нам навязано, требует, нам нужно сдать диплом, получить аттестат, принять диплом и так далее. Да, нужно получить диплом и аттестат. Слушай, у меня существует ментальная школа. Так вот, когда дети, которые в ментальной школе учились, они же учились в обычной школе. И меня когда-то спрашивают, ну, как же быть, мы слушаем объяснение учителя по тому предмету. Ну, мы же знаем, что это бред сивы кобылы, просто говоря. И мы должны этот бред сивы кобылы повторять и так далее, и так далее. Что нам делать? Я им отвечал очень просто. Да, это действительно бред сивы кобылы, но этот бред сивы кобылы, короче говоря, учит большинство людей. Им это вбивает, бред сивы кобылы. Вот представьте себе, что вы говорите по-китайски, а другие говорят по другому языку. И вы все знаете прекрасно, можете прекрасно объяснить на китайском языке. Кстати, там более 140 языков, и они друг друга тоже не понимают. Знаете об этом? Знаете, как китайцы общаются? Бессловно. Один написал иероглиф, сон в другом, вот тот посмотрел, написал ответ. Это не шутка, потому что у них языков очень много, а иероглифы одни, они общаются только через помощь иероглифов. Так вот, я объяснил, что если вы будете прекрасно найти китайский язык, и все правду, и все прекрасно изложите другим на китайском языке, а они знают, допустим, английский, к примеру, то польза такого объяснения будет ноли, потому что вас никто не поймет. А для того, чтобы вам понять, объяснить, или не понять, объяснить другому, вы должны знать английский язык тоже. Вот если вы будете знать китайский язык, условно скажем так, и английский язык, тогда вы сможете, имея знания на уровне китайского языка, объяснить их на уровне английского языка. И они поняли. Так вот, когда я находился в школе и университетах, я тоже подходил к такой позиции. Я еще школьникам находил множество противоречий в той же самой физике, абсурдов. Ну, думал, а, это примитивное школьное образование, где просто требуется, как попка-дурак, принять к сведению. Ну, думал так, вот я пойду в университет, получу полноценную, ну, теоретическая радиофизика, это считалось в Советском Союзе, и школа Харьковская считалась самая сильная школа радиофизик Советского Союза. И радиофизики считались элитой среди физиков, всегда, они мной придуманы. Так вот, я получил самое полноценное естественно-научное образование, которое можно получить в мои времена. И, как оказалось, не только в мои времена, и в сегодняшние времена такого даже не получишь. Так вот, закончив образованием и закончивым не самым последним студентом, теоретическая кафедра считалась элитной кафедрой на радиофизическом факультете, я не получил ни одного ответа на вопросы, которые были у меня в школе. После чего я стал искать свои собственные ответы на вопросы. Но мне повезло, то, что я нашел, я изложил в своих книгах. Вот, но самое интересное, что люди подходят очень странно. Вот то, что им ахинею вкладывали в школах, ложь или полуправду, или искажение довольно-таки простого же истории, они воспринимали просто без проблем. Нужно вызвать отметки и так далее. Ну хорошо, вызвали отметки. Получается, ну почему люди уперто, что им говорят, что вот лгут, что типа наши предки были дикими и так далее, пока, извините, не пришли там, христианство не принесло. А знаете, забавный такой факт, на территории современной Германии раскопки обнаружено 1300 городов, которые славянские города, не немецкие города. 4-5 век, 1300 городов. А вы знаете, как в Западной Европе называли ту же самую Киевскую Русь? Гарардика, то есть страна городов. А вот помните, вы не помните, но кто видел, на прошлой встрече приносил карту, книгу, летопись Ремезовскую, помните, да? Так вот, там показано очень много городов, которые в те времена были больше, чем те города, которые существуют сейчас там. Не говоря о том, что уничтожены города, которые были. Я представляю, какого был красавица, город Асгард-Ириский, у которого, между прочим, у которого не было стен, у него была энергетическая защита, пять кругов энергетической защиты. Просто, к сожалению, была ситуация, когда ее сняли, потом была такая провокация, и остался беззащитный, но город был прекраснейший и красивейший. Уничтожен под корень, хотя не все. Но, надеюсь, в ближайшее время все это вскроется. Так что, по поводу теста на продажность, это жизнь показывает человеку. И я считаю, что любой человек имеет право принять решение в самом последнем, пока он не начал действовать. Вот действия наказуемые, с моей точки зрения. А мысли, ну, они, конечно, хорошего мало, если такие мысли у человека есть, так? Но мысли остаются мыслями. Вот когда они переходят в действие, вот тогда уже не бесудьте. Следующий вопрос. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok